Здравствуйте дорогие друзья, с вами Старпон. Ну что ж, уходящий 2020 год все-таки смог на прощание нас порадовать выходом в очередную итерацию тестирования долгожданного многими режима «Морское противостояние». Согласитесь, в этом году «Морское противостояние» не часто радовало нас своим появлением. Лично для меня в этом году запомнилось две итерации тестирования этого режима на картах Сайпан и Дурвский залив, в которых я принимал участие и проходили они в марте месяц. Знатно тогда полыхали пердаки у игрового сообщества, и связано это было прежде всего с большим количеством технических проблем, которые преследовали этот режим от одной итерации тестирования к другой. Это и дикие фризы, и потери пакетов после 5-10 минут от начала боя, падение фпс до 5 кадров в секунду, потери соединения и пинг по 1000. На форуме в то время был написан не один десяток дневных постов, и большее возмущение игрового сообщества было именно по названным ноютехническим проблемам. А самым популярным ответом от разработчиков в то время на озвученные проблемы была фраза «Проблемы на вашей стороне, разбирайтесь с провайдером, у нас все хорошо». Сука, как вспомню. Однако после мартовских тестирований морское противостояние пропало с радаров как минимум на полгода. И этому предшествовала большая статья от разработчиков. Дескать, этот режим отправлен на доработку. Но многие игроки все равно очень ждали возвращения полюбившегося им режима. Так как попросту понимали, что этот режим в перспективе единственный, в котором сможет себя раскрыть большой флот. Так как сама логика боя в этом режиме не подчинена захвату трех пресловутых точек захвата. Да и бои разворачиваются на картах сильно больших, чем рандомные лужи с перестрелками с 9 километров друг напротив друга. И вот как говорится, возрадуйтесь друзья. Морское противостояние снова включено. И на этот раз нас снова ждет карта Дания. В первой итерации тестирования этой карты я, помнится, не смог принять участие. Поэтому лично для меня эта итерация тестирования первая. Противостояние традиционно включили на 3 дня. С оговоркой от разработчиков, что если будут найдены критичные проблемы, то данный режим выключат раньше, чем заявлено. С чем связаны такие ограниченные сроки тестирования этого режима, я не знаю. Хочется верить, что в скором времени при повышении общей стабильности этого режима, оно будет длиться дольше трех дней. Тут я тонко намекаю на введение этого режима на постоянку. Будем надеяться, что следующая итерация не заставит себя долго ждать. Хотя для меня остается загадкой та логика, с которой улитки подходят к любому тестированию. Что этого режима, что своих деф-серверов, прям партизаны. Запуск деф-сервера в ночь до утра. При этом о запуске теста на официальном сайте, например, никто не говорит. До момента включения этого самого тестирования. А официальную новость о возможности принять участие уже в открытом тестировании и вовсе выкладывают через полчасика после начала. Меня давно терзают смутные сомнения, что улитка искусственно делает все, чтобы как можно меньше народу приняло участие в тестировании. А потом у нас появляются такие корабли, как Хьюго, например. Ну да ладно, все это лирика, и я допускаю, что это просто я не разбираюсь в вопросе. А так улитки все делают правильно. Пишите свое мнение, кстати, что вы думаете по этому поводу. Так, вернемся к противостоянию. Об этой итерации тестирования лично я могу сказать то, что с технической стороны разработчикам вроде как удалось победить эту затянувшуюся плеяду технических проблем с дикими фрезами, просадками FPS, потерей пакета и соединений. Всего этого добра в этой итерации тестирования лично я, по крайней мере, не заметил. Ну что ж, получается, что проблема была не на моей стороне? Ну это так, вопрос во вселенную. Перед нами предстала огромная карта Дания. И такое ощущение, что разработчики решили потроллить игроков на дредноутах, которые думали, что под шумок очень быстро прокачают свои стоковые дредноуты. Маленький спойлер. Вы не увидите этого в видео, но порой идти на дредноуте к врагам на своих смешных 18 узлах в стоке приходится по 30 минут без малейшей активности. То еще увлекательное путешествие, но тут уж, как говорится, за что боролись. Я и сам из тех игроков, которые высказывались за то, что большой флот нужно отодвигать друг от друга. Так что лично для меня эта ситуация приемлемая, так как я сам выбираю, когда мне вступать в бой и с кем. Как я уже говорил ранее, морское противостояние отличается от рандома сильно увеличенной картой, на которой происходит всякого рода активности. Выполнение которых приносит очки командам. Когда у одной из команд их становится 150 тысяч, эта команда выигрывает. Задачи разнообразны. От охраны союзного конвоя и атаки вражеского, захвата укрепленных береговой артиллерии баз противника, до защиты воздушных разведчиков и союзных бомбардировщиков, и отражения налета вражеских бомбардировщиков. В чем прелесть этого режима? Здесь каждый класс техники может найти себе свое целевое применение. Быстрый артиллерийский эсминец эффективно перехватит и уничтожит вражеский конвой. Эсминец, либо крейсер ПВО, надежно отразит атаку вражеской авиации. И каждый при этом будет, во-первых, эффективным, так как у него специализированная техника под эту задачу, а во-вторых, и принесет пользу команде, а значит и ускорит победу. Так, а вы не находите, что уж очень много информации я пытаюсь донести? Пора бы сделать музыкальную паузу, может, чтобы обмозговать всю полученную информацию. Тем более жизнь моего японского эсминца вот-вот оборвется, и я наконец-таки пересяду на полустоковую хьюгу, которую я хоть где-то увезнувшись успел приобрести на днях. Ну что ж, посмотрим, что она сможет тут показать в моих полукривых руках, а после вернемся к обсуждению этого режима. Ну а пока, маэстро музыку и чего-нибудь повеселее. Как-никак, скоро Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий-01. Если ты меня слышишь, тезка, мое почтение, великолепный залп. Кстати, сейчас на ваших экранах в правом верхнем углу возникла ссылка на обзор акционного собрата Кирова. Легкий крейсер Горький. Один из моих любимых крейсеров, с обзора которого и начался мой YouTube-канал. Как же все-таки это символично. Ну что ж, передохнули? Поехали дальше. Еще одна особенность этого режима, это и то, что бои тут занимают сильно больше времени. В среднем от двух до трех часов. Да, данный факт может поначалу отпугнуть. Потому что вроде как игра про быструю сессионку, где бои протекают не более 20, но в самом крайнем случае 30 минут. С этим соглашусь. Но все же добавлю, если у вас нет желания или времени играть полную сессию противостояния, то пожалуйста, лучше не заходите в этот режим. Нет ничего хуже, чем видеть после 30-40 минут от начала боя, как обе команды начинают покидать игроки. Тем самым попросту подставляя сокомандников, которым следующие фазы боя придется доигрывать в меньшинстве. Ну а закончить свой рассказ об этом режиме хочется, наверное, с самого главного вопроса, который витает в воздухе с первых секунд этого видео. А что там по фарму за вот эти вот 2-3 часа, которые длится противостояние? Сейчас все будет представлено на ваших экранах. Скажу только то, что цифра серебра тут завышена из-за работающего усилителя. Ну а выводы, я думаю, каждый сможет для себя сделать сам. Стоит этот режим внимания или нет. А с вами был Старпом. С наступающим Новым Годом. Я надеюсь, еще успею выложить видео о Хелене в этом году. И увидимся на просторах морских сражений War Thunder.